Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодняшнее мое такое краткое сообщение называется инструкция. Дело в том, что я не ожидал. Я вам честно скажу, что такое количество людей захочет протестироваться, то есть разобраться в самих себе. Оказалось, что наш мир намного более прекрасен, чем можно было ожидать. То есть много в стране граждан, которые искренне, ничего не боясь, хотят попробовать испытать себя на интеллектуальные возможности и понять хотя бы в самом общем виде, есть у них какие-то дополнительные способности или, может быть, они не раскрыты, или есть те энергетические особенности мозга, которые позволяют им заниматься весьма творческим трудом. Таких людей оказалось много, и поэтому я сообщаю основную инструкцию. Значит, те, кто написал на сайт, который вот сейчас идет внизу, Брайан Машин, собака Яндекс.Ру, они, естественно, получат подробную инструкцию. Ну, она довольно проста, но ее следует повторить. Следует снимать портрет. Нужен портрет фасов, профиль. Для этого вот эти устройства надо держать так, чтобы объектив располагался на уровне глаз. То есть так. Не надо таращить, как я, как раз, щелк, потом, значит, попросить кого-нибудь или сами сделать в профиль. Две фотографии. Не надо никакого особого разрешения. Также точно снимайте свои замечательные ладошки. Взяли ладошку, сняли ее вот таким вот образом. Также, чтобы объектив располагался против центра ладошки, желательно. Ну, чтобы искажение было поменьше. Ну, и вторую также. Хлоп. Больше ничего не нужно. Это, как вы понимаете, важный компонент того анализа, который будет проводиться. Кроме этого, нужно написать текст. Об этом будет тоже сообщено в инструкции. Ну, не меньше, там, 600 слов. Ну, о чем-то прекрасном. Что вам понравилось в вашей жизни? Что вот произошло такого примечательного, от чего вы испытываете удовольствие? То есть на совершенно вольную тему, никак не связанную ни с какими проблемами социальными, экономическими, политическими. Я вас умоляю. Надо делать все очень просто. И очень просто. Вопрос все время еще возникает у очень многих оценев, так сказать, проекта. Дело в том, что, естественно, та сумма, которая выставляется и предлагается к оплате, она мизерная. Естественно, ее хронически не хватает. Когда я говорю о двух бутылках коньяка, речь не идет ни о таком коньяке. Упаси вас Бог. Я не хочу вас никого разорить. Это тоже, кстати говоря, подарок. Подарок такой дорогой и очень приятный мне, поскольку был подарен человеком, в судьбе которого я, может, маленькую роль досыграл. Нет, речь идет не о таких коньяках. Речь идет о коньяках в 10 раз дешевле. То есть в районе 5 тысяч рублей. Вот пара бутылок такого коньяка и хватит. Но на что хватит? Хватит на то, чтобы еле-еле вести эти исследования. Было бы у нас хорошее программирование, были бы у нас многочисленные программисты, которым тоже надо платить, то, конечно, мы сделали бы давно автоматическую систему. Но на нее просто нет денег. А как я вам говорил в предыдущем ролике, чиновники не горят желанием оказаться исследованными. И по этой причине они, так сказать, банкируют это занятие. Сами понимаете, что сама технология, мы ее отработали, проверили. Некоторые, особенно слабоумные граждане требуют, а где методика? Сейчас. Методику никакую вы никогда не получите. Зачем? Ведь с этой методикой можно отбирать как добрых и хороших людей с талантами, так и злодеев, причем тайных, которые никогда ни в каких злодейских организациях не участвовали. Или из них создать, например, сеть, неизвлекаемую никакими компьютерными ужимками и прыжками. Поэтому, конечно, такого рода технологии не имеют стратегическое государственное значение. И поскольку мы патриоты, мы не собираемся ничего выдавать на гора сейчас. Это у нас есть некоторые слабоумные чиновники, которые требуют все патентовать. Каким кретинизмом надо обладать для того, чтобы не понимать, что все наши патенты с переписанными тремя-четырьмя фразами выходят на Западе, подвергаются патентной защите и сдаются как их собственное достижение. Таких чиновников, конечно, надо гнать из правительства. А их там полно. Так вот, продолжая наш разговор, должен сказать, что это на самом деле, если уж говорить по большому гамбургскому счету, технология нужна для чего? И отработка ее нужна. В чем вы сможете поучаствовать? Не без удовольствия для себя. Я не говорю о высокой точности, но вы кое-что о себе сможете узнать. Почему? Потому что мы не просто хотим просить денег на исследование. Мы как-то пытаемся сделать вам приятное в силу наших возможностей скромных. Поэтому я одобряю прекрасную реакцию многих людей, которые захотели так исследоваться. И, в общем-то, поднимаю эту рюмочку пушкинских времен за ваше здоровье и за ваше внимание к моим скромным научным начинаниям. А чтобы чиновники, на которых мы будем скоро охотиться, не придрались, я прячусь по их инструкции. Я в циничной форме закусываю крыжовником. Я понимаю, что это неправильно. Есть более изысканные способы. Европские. Но я предпочитаю крыжовничек. Он точнее оттеняет вкус, особенно старых коньяков. Так вот, для чего это все глобально, затея-то делается? Для вас, для того, чтобы вы получили удовольствие от жизни. Его, извините, так мало, что стыдно об этом говорить. А то, что предлагается, не вызывает никакой критики и вызывает только сочувствие. А здесь вы хоть что-то узнаете о себе. Ну, немного, конечно. Но технология будет развиваться. Я очень надеюсь, что без всякого участия казны и жадных чиновников, и трусливых, к тому же, до смерти, значит, мы одолеем эту технологию. И она станет инструментом, подчеркиваю, инструментом будущего отбора знающих людей. Ну, вы представьте себе, если бы на работу, например, в Роскосмосе, в оборонке были отобраны люди, которые бы действительно оправдывали свое предназначение. Я вас умоляю, на той же Украине, ну, если бы по такой тестированию пошел Щербицкий или Кучма, не было бы такого разорения страны, которая после распада Советского Союза была по промышленности и сельскому хозяйству круче Германии. Что от нее осталось, вы сейчас видите. То есть, отбор людей – это ключевой момент в любом государстве. Отбор чиновников. Ну, сейчас, я говорю, 3 миллиона чиновников, там, членов их семье можно не брать даже. Ну, оттестировал ты их, и сразу становится ясно, кому можно доверить Родину, а кому можно и подождать. То есть, собственно говоря, мы с вами с помощью вот этих вещореньких приемов отрабатываем технологию для будущего России, для того, чтобы нами руководили не сомнительные личности, а настоящие умные, заботливые и вежливые чиновники. То есть, этот инструмент, конечно, потребуется. Я не надеюсь, что на моей жизни наш верховный главнокомандующий скажет, что, ну, давайте проверим этих ребят. Может быть, они как-то не так понимают то, что я говорю. На это я, естественно, не надеюсь. Но уповаю на то, что, в конце концов, эта технология будет использована для подбора чиновников, профессиональных политиков, профессиональных жуликов, ну, для работы на Западе, ну, и прочей всякой публике, которая принесёт пользу Отечеству. Собственно говоря, на этом и всё, что я хотел вам сказать. А так, все, кто записался, в ближайшем обозрим будущем получат инструкцию, чего требуется для этого анализа. Но не судите нас строго. Всё, что мы делаем, делается вручную. У нас нет каких-то хитрых жульнических алгоритмов и программ. Приходится делать врукопашную. И на человека уходит, в общем, один день работы специалистов. То есть быстро не получается. Поэтому время исполнения ваших, так сказать, заявок, оно может и растянуться. Я заранее приношу извинения, поскольку у нас, к сожалению, автоматизированной обработки тех материалов, которые вы присылаете, пока нет. И, в общем, часть денег, которые вы присылаете, пойдёт как раз в оплату работы программистов, чтобы это было быстро, надёжно и хорошо. Надеюсь, что у нас это получится. Пока из пяти блоков, необходимых для анализа, написана программа только для одного. И то на неё ушло довольно много средств, которые, в общем-то, мы не можем компенсировать. Поэтому, уважаемые слушатели, я предвижу ваши всякие реакции. Но мы сравним ваши данные, конечно, и с такими, как Гайдар, и с такими, как Шолохов, и с такими, как Толстой. То есть вы не будете в одиночестве. Может быть, это вас немного развлечёт. Но уж в коем случае нам как-то легче будет получать те средства на разработку этого проекта, которые вы жертвуете, отрывая от себя, в общем-то, последнее. Потому что жизнь тяжёлая, и именно по этой причине я много времени не обращался к вам с помощью по вопросам краудфандинга. Всем понятно, что в таких условиях, в общем-то, что-то ещё просить на фундаментальную науку, которая не даёт прямых результатов ни сегодня, ни завтра, очень сложно. Совесть у меня не позволяет. Поэтому, уважаемые слушатели, попробуйте как-то с удовольствием развлечься и попробовать свои силы в таких странных областях, как оценка энергетических расходов собственного мозга. Дай Бог вам терпения и внимания, и, я надеюсь, юмора для того, чтобы понять то, что вы получите в ответ. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Приношу извинения, что мои ответы могут быть вам не полностью исчерпывающими. Ну, надо некоторое время пожить, чтобы получить удовольствие в полном мире. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...